Так, следующая часть тела, которую мы будем анимировать, это язык. Закроем PauseMixer, отключим AutoKey. Так, и сейчас мы сделаем с вами систему управления языком. Так, прячем все ненужное пока. Прячем все мешающие нам объекты. Ice и Controls, FaceControls. Прячем все, оставляем только язык. Кстати, вот этот слой можно вообще удалить, он у нас лишний. Создадим новый слой. Назовем его TongControls. Controls. Control. Control лучше писать большими буквами, чтобы удобнее было искать в менеджере слоев. Вот у меня все Controls, они большими буквами, я сразу могу выделить слой или открыть его. Так, выбираем этот слой. Выбираем наш язык. Сразу сделаем его прозрачным. Alt-X. Заходим в Object Properties. Backface Cool. Окей. Окошко Left. Вид слева. Назначим на него этот Turbo Smooth. Сделаем уникальным. Сделаем ему одну итерацию. Этого вполне достаточно. И расположим кости. Заходим во вкладку Create Systems Bonus. Создаем цепочку костей. Можно чуть-чуть вот эту косточку подрегулировать. Заходим в Bon Tools. Bon Edit Mode. Моги. Переходим на локальную систему. Чуть-чуть ее вперед выдвинем. Заморозим. Так, выделяем нижнюю кость. Нажимаем Ctrl-Page Down, чтобы выделить все кости. Заходим в Bon Tools. И Reset Stretch, Reset Scale. Обнуляем все трансформации, которые только что производились костями. И смотрим. Так, у нас две оси, по которым вращаются кости. Ось Z вверх-вниз. Так, и ось Y из стороны в сторону. Прекрасно. Так, создаем в окошке вида Front. Контроллер. Заходим в окладку Create, Shape, Rectangle. Нажимаем Ctrl на клавиатуре и с сажатым Ctrl-ом рисуем Rectangle. Таким образом он будет квадратным, то есть пропорциональным. Ленкс ставим 5. 5. Теперь создаем циркуль. Это и будет нашей системой контрола. Циркуль выравниваем Alt-A по центру. Ах ты, елки-палки. Он у нас попал в слой, который у нас заморожен. Вот, соответственно, предлагаю сделать таким образом. Зубы поместить вообще в другой слой. Создаем новый слой, называем его TIS. Зубы. Прячем их. Все. А этот слой переименуем просто в том язык. Так. Выделяем наш циркуль. Нажимаем на клавиатуре Alt-A. Это Align функция. Выравниваем и выравниваем по нашему ректэнглу. Выравниваем его по позициям X, Y, Z и по пивоту. То есть по центральной точке. Ок. Теперь нам нужно назначить контроллер. Да. Перед этим нужно обнулить все трансформации. Выбираем оба объекта. Заходим в утилиты. Reset Xform. Reset Selected. Теперь Collapse. Collapse. Modifier Stack Result. Collapse Selected. Можно сделать их отображение в окне. 0,3 сделаем. Их даже 0,1 можно сделать. Назначим цвета какие-нибудь. У меня тут уже есть добавленные цвета. Этот ярко-желтым сделаем. И назначим контроллер ограничения по двум осям. По оси X и по оси Z. Теперь нужно привязать этот контроллер к ректэнглу и назначить ему ограничения по движению. Сейчас он у нас выходит за рамки ректэнгла. Нужно ограничить его движение таким образом, чтобы он двигался внутри нашей рамочки. Выделяем наш контроллер. Выделяем оба контроллера. Freeze Transform. Yes. Замораживаем трансформацию. Так. Выделяем наш центральный контроллер. X Position. Float Limit. 2,5. И отрицательное значение. 2,5. Проверим. Все. Он не выходит за рамки ректэнгла. То же самое делаем для Z Position. Float Limit. 2,5. И отрицательное значение. 2,5. Проверяем. Все нормально. Теперь, чтобы вернуть наш контролл по центру. Alt. Правая кнопка мыши. Transform to Zero. Есть. Теперь сделаем управление языком. Заморозим язык. У нас чуть-чуть сдвинулись кости. Мы их подправим. Так. Теперь размораживаем язык. Выбираем его. Alt. X. Назначаем на него модификатор Skin. Он должен находиться под турбо смуфом. Так. Переходим на модификатор Skin. Нажимаем правую кнопку мыши. Выбираем add bonus. Добавить косточки. И добавляем вот эти четыре кости. Теперь edit envelopes. Смотрим. Видим, что... Эмвелопы меньше, чем хотелось бы. Расширяем их так, чтобы они охватили весь язык. Заморозим язык. Посмотрим, что у нас происходит. Ну, можно, конечно, его более точно настроить, заскинить. Чуть-чуть я его подправлю. Скин. Просто чуть-чуть увеличу эмвелопы. Он должен быть плавнее. Движение оболочки. Проверим. Ну, вот другое дело. Так. Все. И нам осталось настроить управление. Этим мы займемся уже в следующем уроке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова